Государственный Эрмитаж впервые показал искусство арты повара. Все подробности в сюжете. Эрмитаж впервые показывает бедное искусство, которое стало настоящим брендом в Италии 20-го столетия. Критика коммерциализации искусства, отказ от традиционных форм, своеобразный гимн свободе творчества и природе. Все это арты повара, творческий прорыв. Искусство арты повара зародилось на севере Италии на рубеже 60-х-70-х годов. Впоследствии это течение утвердилось как новая художественная эстетика в европейском искусстве. Термин арты повара был впервые использован в конце 60-х итальянским критиком и куратором Джермана Челантом и с тех пор не теряет своей актуальности. Художники пытались обратить внимание на связь человека и природы, которая в этот период как раз начала утрачиваться. С нее внимание стало переходить на какие-то другие. И арты повара, они отчасти в противовес минимализму создают свое искусство. Так что отчасти это какое-то искусство протеста, но для итальянцев в принципе характерно такое поэтическое, лирическое, даже романтическое представление об искусстве. На выставке представлено более 50 работ итальянских художников второй половины 20 века из музея современного искусства Кастелло Деревали, Турин, галереи современного искусства ГЭМ и из частных собраний. В стекло и свинец, газеты и одежда, ветки деревьев, кожа, вода и металл. Художники арты повара настроены освободить искусство от акув традиционализма, приглашая зрителей в немой диалог, к размышлению над течением времени, его переменами, а также над тем, что есть сама жизнь. В этих работах каждый видит свой смысл, а может и отражение собственного «я». Данная работа называется «Шкатулка». Это несколько десятков кожаных панелей, которые были художником обернуты вокруг дерева, имитируя кору его и удваивая защитную оболочку, которая является кора для дерева и кожа для животного. А в центре находится такая шкатулка, которая сделана из имитации ствола дерева и в которой застывшая смола, как такой некий сок жизни. Внешне необычное искусство арты повара обладает одновременно и зрительной легкостью и определенностью. В небольшом фонтане, где вода тихо льется из центра восковой скрипки, выражена сила стихий, победа жизни над смертью, торжество природы над урбанизацией. Анна Федорова, Антон Антипин, Новости ТБН.